Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Нам необходим этот автобус. Новые школьные автобусы, отправленные в районы республики в канун Нового года, уже радуют школьников, которые учатся в отдаленных населенных пунктах. Туристам буквально приходится работать лопатами. В усиленном режиме работает и дорожная техника в Архезии. Все же где-никак не на горно-лыжном курорте, рады снегу. Слова к этому мюзиклу «Декабристы», представленного на сцене Большого театра, написала наша землячка Алина Байбанова. И призовые места получили школьники Карачаевска, принимавшие участие на чемпионате мира по карате в Казахстане. В ходе рабочей встречи с главой Карачао-Черкесии Рашидом Тимрезовым, министр экономического развития Алиин Накохов, проинформировал его об основных показателях социально-экономического развития республики в 2018 году и о результатах реализации различных программ по стимулированию экономической активности субъектов предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. Кроме того, министр сообщил руководителю региона, что в текущем году с целью включения госпрограмму «Социально-экономическое развитие субъектов СКФО» до 2025 года республика представит на конкурсный отбор три инвестиционных проекта в сфере туризма, бальнеологии и сельского хозяйства. При условии успешной защиты будет оказана господдержка в их реализации. Ранее в рамках госпрограммы в Карачао-Черкесии были успешно реализованы три проекта в области туризма, сельского хозяйства и большой проект в сфере садоводства. На занятия в школу в новых автобусах в городах и районах Карачао-Черкесии обновился автопарк. Ключи от семи школьных автобусов глава республики Рашид Тимрезов вручил и главе Карачао-Района Спартаку Кучетерову. Таким образом, 575 учеников общеобразовательных учреждений высокогорного муниципального образования обеспечены современным безопасным транспортом. Автобусы оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС, автоматической тормозной и обовестительным системой. Внутри салона имеются отсеки для школьных портфелей. Автобусы благодаря специальным устройствам не могут развивать скорость свыше 60 км в час, что способствует дополнительному уровню обеспеченности безопасности. Дети уже испытали на себе все удобства. Теперь они могут выезжать на экскурсии как по Карачао-Черкесии, так и за ее пределы. «Нам необходим этот автобус. Честно говоря, в первую очередь хотелось бы поблагодарить главу Карачао-Черкесской республики, Расчитай Борисовича Тимрезова, за его чуткое отношение к образованию, к вопросам образования, к проблемам образования. Этот автобус нам необходим. Наши обучающие живут вдалеке от школы, и автобус очень большой подспорь, особенно в зимний период времени, во время гололеда. Автобус чем хорошим, что он оснащен со всем требованиям и нормативам законодательства, относящихся к перевозкам детей на транспорте». Снегопада давно не помнят здешние края. Вот в Архызе дела обстоят совсем иначе. Снега так много, что только и успевай лопатами грести. Сугробы с человеческий рост. Одним словом, настоящая зима. В нее окунулась и наша съемочная группа. Смотрите снежный репортаж Фатимы Дауровой прямо со склонов «Романтика». «За три дня Архыз завалилась снегом. Вы видите, сколько машин находится под сугробами, и туристам буквально приходится работать лопатами, чтобы выгребать их из-под сугробов. Вот такая снежная сказка у нас в Архызе». Усиленный снегопад, который начался поздно ночью, стал причиной затора, возникшего на подъезде к «Романтику». Транспорт встал, но более смелые водители все-таки смогли рискнуть, полагаясь на свой опыт и мощность двигателей своих машин. Но большинству пришло ждать более благоприятных условий для поездки. «Три дня назад приехали, не можем уехать отсюда. Вчера, наверное, с 17 часов пошел уже сильный снегопад, хотя по прогнозу было видно, что снегопад намечается. Вот сегодня весь день постояльцы лопатами сами откапывают свои машины. Ничего не чистится, ничего не предпринимается для того, чтобы машину как-то выпустить, запустить. И на въезд, и на выезд коллапс, и оттуда. Нас сейчас выгоняют с отелей, но мы не можем даже машины свои откопать. Вы же хотели снега. Мы хотели снега, катались, все с удовольствием. Ну, как-то надо тоже людям обеспечивать возможность приехать, уехать. Вопреки сказанному, работа спецтехники, которая изо всех сил старается освободить от снега дороги и парковки зимнего курорта. Но перед силами природы даже и им приходится уступать. Но только на время. Погода замечательная для всех, кто ведет активный образ жизни, кроме автолюбителей. Сегодня вы видите, работает техника. Пытаемся расчистить стоянку. Погода принесла нам данный сюрприз ночи. Но мы надеемся, что к вечеру погода с минусами над нами. Стоянки в проезжей части будут расчищены. Может, для кого-то снега было и многовато, но точно не для тех, кто с удовольствием осваивал склоны романтика. Туристов снегопадами и сугробами не испугаешь. Падающий снег обеспечивал мягкость трасс и отличное впечатление от катания. В плане отдыха, как на курорте, снег – это, конечно, хорошо. В плане уезжать, еще пока не знаем, как мы будем уезжать. Возможно, придется и откапывать, но нас это не пугает совершенно. Но в любом случае у погоды нет плохой погоды. Даже откапывать – это тоже весело. Снега полно, но он нам не мешает. Мы, наоборот, только рады, потому что редко сюда ездим. Ну а так все отлично, все круто. Приехал из Махачкалы отдохнуть. В прошлом году тоже отдыхали, очень понравилось. И решили с друзьями вернуться. Ну и как вам погода? Погода шикарная. Просто у нас в том-то дело, что и снега нет. Плюс 8, плюс 12. Сухо, жарко. Здесь шикарный отдых на высшем уровне. Сухо, жарко. Ну, с впечатлениями, как можно быстрее вернуться, детишек забрать с собой и отдохнуть. Детям тоже показать радость. А тем временем снег все шел и чисто. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Фатима Дорова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Архыз. Снег кружится, летает, но до Черкеска, похоже, не долетает. Прогноз погоды на завтра до наших синоптиков. Садово-огородный центр «Сембат» предлагает большой ассортимент семян овощей и цветов. Средства защиты растений, семена газонных трав, луковица цветов. Ждем вас по адресу. Черкесск, улица Балахонова, 70. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-10, а днем плюс 1-6. В горах ночью до 16 градусов мороза, а днем плюс 1-4. На дорогах ночью и утром местами гололедится. В Черкесске без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 5-7, а днем 4-6 выше нуля. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. В Карачаево-Черкесе при поддержке Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда Доброгорец реализуется федеральный проект региональный центр серебряного волонтерства. В отделении пенсионного фонда разместили специальный информационный стенд. Цель проекта – получить дополнительные знания, навыки, создать комфортные условия для знакомства, общения, совместного досуга людей пожилого возраста. Кроме того, в приоритете развития идеи активного долголетия и здорового образа жизни. Вместе с тем, как подчеркнули в фонде Доброгорец, будет реализовываться план мероприятий различной направленности, где каждый сможет найти себе дело по душе. Присоединиться к движению серебряных волонтеров может каждый желающий, заполнив специальную анкету и оставив ее в пенсионном фонде в ящике для корреспонденции. Уже много лет она помогает людям находить причины конфликта в депрессии, наладит отношения с самим собой и диалог внутри семьи. Психолог Алина Абайбанова знает много интересных судеб, много из практики она переносит на бумагу. Она автор шести книг. В издании вы нашли научные работы и стихи, в том числе и к мюзиклу «Декабристы». Алина Абайбанова сейчас живет и работает в Москве, но очень привязана к своей малой родине. Часто навещают родители, которые проживают в Черкесске. С творчески одаренной личностью в ее отчим доме встретилась наша съемочная группа. Лакочиева подробнее. Профессиональный кардиолог Алина Абайбанова знает точно, насколько сильна связь между эмоциональным фоном и физическим самочувствием человека. И несколько лет назад у нее изменился подход и метод к врачеванию. Алина Борисовна переквалифицировалась, и сейчас она практикующий психолог. Кандидат медицинских наук помогает людям в сложных жизненных ситуациях, при нервно-психологических расстройствах. Она автор уникальной методики гармонизации личности, специалист в области гендерных отношений, эксперт различных телевизионных программ. Удивляет Алина Абайбанова разносторонней одаренностью. Уже изданы шесть ее книг. Книги мои, две книги по психологии. Одна о взаимоотношении детей и родителей, взрослые дети. Вторая книга, скажем так, в помощь слишком замороченным людям. «Счастье с пожизненной гарантией» называется. О том, как жить проще, скажем так, да, как без надрыва получать в жизни максимум удовольствия и быть эффективным. Вот. Значит, один сборник со стихами «Ты и я, лирика женская». Одна книжка у меня, такая проба пера в детективе была. То есть я очень такой разноплановый в этом отношении человек. И участие в сборнике московских поэтов. И, наконец, самая первая моя книга. Она мне очень дорога. Это «Семь дорог». Как признается Алина, стихи она пишет с пятилетнего возраста. Член Союза писателей России, автор многих песен. Они звучат в исполнении разных артистов российской эстрады. А еще Алина Байбанова написала стихи к мюзиклу «Декабристы». Музыкальную постановку представляли зрителям дважды. В Екатеринбурге и на сцене прославленного Большого театра в Москве. Историей декабристов Алина заинтересовалась вместе с драматургом Кариной Шабелян. Шесть лет они занимались сбором материалов о представителях русской знати и дворян, реформаторах 1825 года. Вы знаете, здесь речь нельзя сказать, что идет там именно о попытке политического переворота только. Нет, мы здесь рассматриваем судьбы, в первую очередь, людей, которые чем-то интересовались помимо собственной жизни и у которых был кодекс чести. Потому что это на самом деле не то чтобы редкость, но это ценность во все времена. У Алины Байбановой много планов на будущее. Сейчас готовится к изданию очередная ее книга «Тибет у себя дома» или «Я выбираю счастье», где собраны воедино авторские техники и методики, а также наиболее яркие случаи из ее практики как профессионального психолога. Алла Качива, Медина Джанкиозова, Расул Берди. Две бронзовые и одна серебряная медали. С такими результатами вернулись учащиеся пятой школы Карачаевска, принимавшие участие на чемпионате мира по карате в Казахстане. С южными призерами межконтинентального первенства и их наставником встретился Ахмат Халкечев. На чемпионат мира тренер Андрей Пальников повез шестерых своих воспитанников – Ислама Хубиева, Аслана Гербекова, Амира Мисикова, Радмира Алакаева, Таулана Айбазова и Зуриду Чагарову. Для всех ребят это был первый опыт участия на соревнованиях международного уровня, хоть и были до этого турниры окружного и всероссийского уровня. Поддержку помимо родителей школьников оказали и неравнодушные к их спортивным достижениям жители Карачаевска. Это Расул Салпагаров, Руслан Тикеев, Иса Паркатчеев, а также администрация города и лично мэр Алик Динаев. Наставник ребят Андрей Пальников делится, что вез их на чемпионат для того, чтобы они могли познакомиться с техникой различных школ всего мира. А таких высоких результатов, честно говоря, не ожидал, признается он. У меня мечтало хотя бы, чтобы из них два-три круга, скажем, сделали. То есть побились на этом уровне, посмотрели. И как бы когда в первый день у меня два призера появилось, я не ожидал вот этого. То есть у меня был мальчик, вот Радмир Алакаев, второе место занял, и Зурида девочка, третья. Я очень обрадовался. На следующий день у нас двое дрались, Мисиков Амир и Таулан Айбазов. Были предположения, но Таулан у нас, скажем, более ментально был готов к этому. Звание чемпиона мира своей весовой и возрастной категории Радмир Алакаев оспаривал лучших спортсменов Индии, Польши и Казахстана. Право выхода в полуфинал юноша выиграл досрочно пробитием ноги соперников в поединке с представителем Польши. А победа по баллам нашему спортсмену досталась в сладке с представителем хозяйки чемпионата. И ему удалось пробиться в финал. Но титул чемпиона мира ему пришлось уступить другому участнику от Казахстана. Таулан Айбазов в общей сложности тоже провел четыре боя, три из которых выиграл. Самый подготовленный и сложный соперник был из Индии. Поединок с ним длился 11 минут, вспоминает Таулан. Ну, я считаю, его преимуществом еще не было. Просто я так немножко после трех боев устал. И из-за этого отдал бой. Но он меня обыграл. По количеству баллов? Да. В числе призеров – Изурида Чагарова. Она провела два боя с представителями команды хозяйки чемпионата. Их преимущество заключалось в физической подготовке. А в плане техники мы были лучше делиться юная каратистка. Соперницы были подготовлены хорошо. С одной соперницей меня поставили стаквандисткой. Мне очень понравилась их подготовка. Как поведал Андрей Пальников, в планах на ближайшую перспективу участие на открытом первенстве в Чеченской Республике. Эти состязания помогут выявить славы и моменты в подготовке ребят. Ведь им до февраля необходимо усилить свою тактику и технику ведения боя. В конце февраля в Москве пройдут соревнования с международным участием – Russia Open Junior Cup 2019. На домашних состязаниях выступления наших юных каратистов будут еще ярче, уверен их наставник. Ахмат Халкевичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня ночью вода станет святой, говорят верующие. По традиции на крещение православные купаются в реке. Ведь по преданию именно 19 января вода в природных источниках приобретает особенные свойства. Она исцеляет от многих недугов. В эти минуты в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» уже начались основные торжества. На пруду установлена специальная купель. Всего в этом году по всей республике 14 мест для купания. МЧС еще раз напоминает, что необходимо соблюдать основные правила безопасного поведения, в том числе купаться только в специально оборудованных купелях. Погода в этом году не совсем крещенская, и поэтому в эту ночь многие могут на себе испытать все целебные свойства крещенской воды. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас в финальной серии фильма «Круговорот». Приятных выходных и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова